Друзья, всем привет! Жук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, краткое по делу разберем с вами ситуацию на криптовалютном рынке. Текущая цена биткоина 37 тысяч долларов. Мы с вами получили довольно неплохой памп. Не совсем через ту формацию, которую я ожидал, но ценовые значения, которые мы с вами обсуждали в предыдущих выпусках, мы с вами увидели. Смотрите, соответственно, сегодня будем на графике разбираться, какая тут потенциально может быть формация, будет ли сейчас резко обратно дампится актив. И, соответственно, разберем локальную и среднесрочную ситуацию по биткоину. Также, соответственно, затронем по реплу позицию мою и, соответственно, стоит ли там также начинать донабирать актив. Все в этом выпуске. Добро пожаловать на график. Мы с вами начинаем. Напоминаю вам то, что этот памп мы с вами ожидали в предыдущих выпусках, но я бы сначала то, что здесь локально выносятся стопы, я все-таки ожидал, что еще среднесрочно заберут стопы. Все-таки будет более глубокая коррекция и потом уже возврат. Еще раз говорю, такой формат движения мы с вами рассматривали. Что же стоит ожидать здесь? Сразу хотел бы обозначить то, что какого-то супер резкого дампа я тут не ожидаю. Считаю, что с большей вероятностью, если мы смотрим с вами актив среднесрочным, мы с вами будем наблюдать продолжение волатильности здесь. Плюс, вероятно, на той панике, которая сейчас образуется. Ну и в принципе, так как мы с вами пробили вот этот треугольник, мы с вами будем наблюдать еще продолжение восходящего движения. Пока что, смотрю, ниже хая. То есть вот этот вот уровень сопротивления, это где-то уровень там 40 тысяч. Я думаю, еще к этому уровню мы с вами сходим. Что касается ситуации более локальной, соответственно, давайте перейдем с вами минуту на 15. Здесь мы с вами наблюдаем полное перекрытие вот этого нисходящего движения. То есть, соответственно, это у нас был как раз вынос локальных стопов. Все-таки, ну, довольно странно то, что здесь не понесли среднесрочные стопы, но на какую-то глобальную ситуацию это сильно не влияет. Что касается локалки, я считаю, что мы с вами пробивать сопротивление тут не будем. Будем наблюдать с вами волатильность текущих. И дальше уже в среднесрочном формате будем выход здесь наблюдать вверх. Потому что вероятность на то, что сейчас дадут набрать резко шартистам, поведут вниз. Здесь ниже гораздо. Все-таки здесь будут продолжать сносить вот эти стопы шартистов. Ну и плюс продолжать вот это вот перекрытие. Соответственно, перекрытие здесь был набран объем. Продолжать восходящее движение. Еще по биткоину в среднесрок сейчас разберем и рипл разберем. После короткой вставочки от рекламодателя. Проект, доказавший свою абсолютную честность и надежность, с быстрыми выводами дивидендов и личного вклада, позволивший заработать космическую прибыль многим вкладчикам, в том числе и мне, это app.eth.io. В данном проекте можно многократно приумножить свой капитал в криптовалюте, получая от 3 до 25% прибыли в день к своему вкладу. Я вложил в данный проект 12,5 эфиров, эквивалентом 15 тысяч долларов, ежедневно получая накопленные дивиденды на свой счет. Денчатая прибыль с этой суммы составляет примерно 1,5 эфира, которые эквивалентны 1800 долларам или 140 тысячам рублей. Что меня полностью устраивает. Сейчас это лучший инвестиционный проект абсолютно на всем рынке. Официальный старт проекта был в январе. Так как я детально проверил данный проект, могу сказать, что сейчас самое подходящее время для участия и заработка на нем, потому что вложившись в первые месяцы работы проекта, вы ничем не рискуете. Ссылка на проект app.eth.io находится в описании под роликом. Что касается еще среднесрочной ситуации по биткоину, все-таки наш уровень здесь, это уровень 40 тысяч. Далее вопрос, будем ли мы с вами уходить под 30-ку в средний срок. Довольно низка такая вероятность. Я думаю, что здесь у нас будет с вами закрепление. Закрепление, ну оно здесь, по крайней мере, довольно вероятно. И, соответственно, на этом закреплении у нас с вами будет подтягиваться альта. Что касается ситуации по альткоинам, мы с вами зашли под уровень 25 центов. Могли здесь, здесь был высокий риск, могли пойти ниже, но, соответственно, начали потихонечку откупать альту. По целям, давайте, наверное, на более крупные выйдем. Нет, это слишком крупно. Часа на 4. Что касается целей, то это, соответственно, тест вот этого уровня. Это 32 цента плюс-минус. Если мы рассматриваем с вами ситуацию по реплу, я лично здесь позицию усреднять не буду, потому что плюс-минус по текущему у меня уже набрана позиция. Где буду добирать? Буду добирать при условии пробития вот этого вот уровня. Это уровень 30, вот диапазон от 36 центов до 38 центов. Да, здесь я тогда буду усреднять позицию до тех же пор, пока не планирую, потому что еще не исключаю здесь перед более резким импульсом скидывание позиций. Поэтому пока что здесь рассматривать какой-то четкий набор в лонг не буду. Я уже набрал, еще раз говорю, уже набрал. То есть если вы, соответственно, вообще вне позиции по текущим, как минимум на долгосрок набирать, есть смысл, но с осознанием того, что с текущей консолидацией, во-первых, текущая консолидация еще вероятнее всего, ну, как минимум, в следующие дни 10 будет продолжаться. Это раз. И два, то, что здесь могут быть выносы. Если же мы смотрим с вами ситуацию в долгую, то, конечно, здесь вероятность на то, что у нас будут убивать Ripple, я считаю, довольно низкая вероятность на это. Поэтому рассматривая здесь ситуацию в долгую, в любом случае закрыться по уровню 40-45 центов, здесь нам в течение этого полугодия дадут. Довольно быстро сегодня поделился своими соображениями по рынку, потому что действительно сейчас самый главный и ключевой вопрос, который встает перед трейдерами, будет ли у нас после вот этого пампа сразу закрываться в дамп. Это самый важный вопрос, на него я даю ответ. Я считаю, что вероятность на это гораздо ниже. Считаю, что мы с вами уйдем в консолидацию. После консолидации мы с вами будем еще тестить уровень 40 тысяч долларов. Дальше будем смотреть по объему. Пока что формация не подтверждает того, что мы с вами будем как-то резко выходить за эти значения. Но потенциал на это есть. Вы должны это учитывать. Но также, опять же, вы должны понимать, что для того, чтобы у нас было пробитие этого уровня, мы либо его должны поджимать, либо должны выходить на панике. О поджатии говорить рано, паники сейчас уже нет. И сейчас уже мы с вами наблюдаем остановку на уровне 37 тысяч. Будем смотреть, соответственно, как будут реагировать на это движение другие торговые сессии. Интересно, особенно, как сегодня Азия на это отреагирует. Но, вероятнее всего, реакция будет в сторону бокового движения, консолидации. Соображения мои тут такие. Если они были вам полезны, поддержите данный выпуск лайками. Свои же мысли оставляйте в комментариях. Если вы подписаны на канал, подписывайтесь. До следующего выпуска, друзья. Работаем. Короткая вставочка от рекламодателя. Лучший способ для приумножения своего капитала в крипте – это надежная инвестиция в app.eth.io. Ссылка на проект в описании под видео.